НАТО – организация Североатлантического договора, военно-политический блок, объединяющий страны по принципу «один за всех и все за одного», основан 4 апреля 1949 года. Причиной послужили нарастающее могущество Советского Союза и защита стран Европы от него. Первыми членами НАТО стали 12 государств – США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из заявленных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства, а в особенности члена НАТО. Фактически, начиная со своего основания, НАТО была ориентирована на противодействие СССР и позднее также странным участницам возглавлявшегося СССР Варшавского договора, заключенного в 1955 году. Греция и Турция вошли в НАТО в 1952 году. Тогда этот процесс был назван «Первое расширение НАТО». Занимая важное стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, Турция в течение многих десятилетий оставалась верным и ценным членом Альянса. Она внесла значительный вклад в безопасность НАТО, особенно в период Холодной войны, обеспечивая защиту самой протяженной границы с прежним Советским Союзом. США и НАТО рассматривали территорию Греции в качестве важного плацдарма для ведения боевых действий против Советского Союза и стран Балканского полуострова. Будучи членом НАТО, Греция, тем не менее, по основным международным проблемам занимала самостоятельные позиции. В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена. Цель Советского Союза в попытке вступления в Альянс заключалась в проверке организации, действительно ли намерения НАТО тогда состояли в прямой военной интервенции в Советский Союз. Ведь тогда Альянс не оглашал главную причину – основание организации. Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году. Вместе со вступлением формально закончилась оккупация ФРГ, Франции, Великобритании и США. Тогда Германии разрешилось иметь собственные вооруженные силы. За два дня сформировалось 5000 военных, 12 танковых дивизий и 1350 самолетов. В 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО, оставаясь участницей политической структуры. К этому моменту она уже пополнила список мировых ядерных держав. Из страны выводятся многочисленные военные базы США, а французские войска больше не участвуют в военных операциях НАТО. Несмотря на выход из блока, Франция подписывает с НАТО два технических соглашения, определяющих совместные действия в случае агрессии со стороны СССР. В 1974 году Греция также вышла из НАТО. Причиной послужила оккупация Турции и Северного Кипра, что кардинально перевернуло греческое общество и руководство относительно НАТО. Абсурд добавляло ещё то, что сама Турция являлась участником военного блока. Президент Греции Караманлис заявил о выходе его страны из НАТО. Страна оказалась на пике антиамериканских настроений, однако вскоре они постепенно сошли на нет и в 1980 году Греция вновь вернулась в военную организацию. Спустя два года жарких споров испанского общества относительно НАТО, 30 мая 1982 года её правительство подаёт заявку на вступление в НАТО, которое было недолго думая принято. США давно хотели видеть эту страну в блоке, но Британия и Франция были против такого шага, что и тормозило процесс интеграции. Участие крупнейшей страны Пиренейского полуострова является одним из самых активных в альянсе. 2 августа 1990 года Ирак вторгается в Кувейт, дескать последний незаконно добывает иракскую нефть из приграничного района. Моментально вмешались СССР, ООН, Китай и НАТО. Трое первых ввели торговое эмбарго на Ирак, а последние – войска. Страны Европы заблокировали иракские счета, а силами НАТО война прекратилась за два дня, 4 августа 1990 года. С объединением Германии территория организации включила в себя и территорию бывшей ГДР. Не отставали и другие восточные соседи немцев. В 1999 году в НАТО вошла Венгрия. 85% венгров желали вступить в НАТО после приглашения ее в 1997 году. Обусловливалось это тем, что советское руководство неумолимо вечно давило на Венгрию в составе ОВД. Ввод войск организации Варшавского договора в 1956 году в Венгрию являлся очень больным для этой страны. Проголосовавшие замечали, что если бы не данное событие, то о НАТО они бы вообще и не думали. Еще до краха ОВД о целесообразности вступления страны в Альянс говорил министр иностранных дел Венгрии Хорн Юла. После окончания Холодной войны также вошла Польша. Несмотря на свои устремления на Запад, ситуация в Польше в первой половине 90-х годов была далека от требований, которые предъявляла НАТО. Так, у поляков не было гражданского контроля армии, продажа оружия странам с сомнительной репутацией и проявления антисемитизма. Чехия также не отставала от своих соседей. Здесь ситуация была похожа на венгерскую. В 1968 году в Праге собралась акция во имя создания так называемого «социализма с человеческим лицом». Однако требования чехов быстро сметули руками войска организации Варшавского договора, которые жестоко подавили выступления. Чехи надолго запомнили это и до сих пор настороженно относятся к России. В 1999 году НАТО совершили бомбардировку Югославии. Поводом альянс называет этнические чистки со стороны сербов. Соседи Сербии отдали НАТО свое воздушное пространство, а албанская армия освобождения Косова принимала активное участие в конфликте. Это событие происходило в ходе Косовской войны и послужило ее окончанию. В 2004 году случилось пятое расширение НАТО. Присоединились прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – одновременно стали первыми странами, вступившими в альянс, которые до этого были непосредственно в составе Советского Союза. Их участие в НАТО является одним из самых важных в организации. Вместе с вышеупомянутыми странами также в НАТО вступили Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Самая активная из них – это Румыния. В последнее время отмечается все больший интерес, проявляемый США и НАТО, к Кавказско-Черноморскому региону. И Румынии отводится важная роль в вопросе установления НАТОвского контроля над этим регионом. В 2009 году Франция вернулась во все структуры НАТО. По словам ее правительства, это расширяет независимость Франции, поскольку прежде она не могла вести военные операции вдали от своей территории. А со вступлением влияние Франции в мире будет более широким. В том же году Хорватия и Албания совершили шестое расширение НАТО. Этому сподвигнул договор, называемый «Партнерство ради мира». Албания, вступая в альянс, рассчитывала на создание Великой Албании, то есть присоединив свой состав к Косово. Однако НАТО не поддержали такие намерения тираны в столице Албании. В 2008 году заговорилось о вступлении Грузии в НАТО. Страна отмечает, что жить на севере с империей достаточно трудно, что и показывает конфликт в Южной Осетии. Совет НАТО заявил, что грузины как никогда близки к альянсу в такой сложный период, но и одновременно очень далеки. В 2014 году с началом войны на Донбассе, Украина заявила о своем желании немедленно вступить в НАТО подальше от агрессии России. До этого страна считалась во внеблоковом статусе. Однако зафиксированные ОБСЕ российские войска в Донецкой и Луганской областях переменили отношение Украины к своему нейтралитету. Последней страной, вступившей в организацию, стала Черногория в 2017 году. Подача заявы страны в НАТО состоялась из-за растущего торгового, а вследствие и политического влияния Российской Федерации на государство. По словам черногорского правительства, Россия неоднократно нарушает права человека и международные нормы и конвенции. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов в совокупности составляют более 70% от общей мирового объема на военные расходы. Самым крупным вкладчиком в организацию является США со вложениями в виде 641 миллиарда долларов, а общий бюджет НАТО составляет 892 миллиарда долларов. Вопреки представлению о НАТО, как об исключительно организации, которая участвует в войнах, также Альгенс проводит и миротворческие операции «Африканский рог». Жители этого региона, пираты, часто атакуют торговые суда, грабя их и ограничивая свободное судоплавство через Оденский залив. Часть операции «Несокрушимая свобода в африканском рогу против пиратства в Сомали у Оденского залива» началась в августе 2009 года и основывалась на результатах двух проведенных операций в этом регионе под названием «Элайт провайдер» и «Элайт протектор». Во время своей второй миссии НАТО предотвратило 16 нападений из 37, а также захватило около 150 подозреваемых в осуществлении пиратской деятельности. Они были серьезно допрошены, а оружие и многочисленные пиратские принадлежности конфискованы. Ну а на этом все. Пишите как относитесь к НАТО, опровергайте, оспаривайте, подтверждайте свое мнение и не забывайте тыкать лайк и подписываться на канал. Спасибо всем за просмотр. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok